Еще меньше бесплатных паркомест останется в центре города. Возле ДК комбайно-строителей уже через несколько дней откроется еще одна стоянка, за которую водителям придется отдавать деньги. Лишние траты предстоят не только тем, кто работает по соседству, но и жителям новостроек поблизости, ведь им оставлять железных коней просто негде. Решают ли платные парковки главную проблему доступности мест для машин, выяснял Денис Козлов. Они сухоль копейку вложили, чтобы построить? Нет. Вложений на первый взгляд действительно немного. Долго, шлагбаум, паркомат и вот тебе новая платная парковка возле ДК комбайно-строителей. Автомобилисты негодуют. Кто-то работает по соседству, рядом офисы, кто-то приезжает встречать на вокзал. Но больше всего, судя по всему, пострадают жители новостроек и те, кто вселится в дома, которые еще только возводят. Подземные места для машин дорогие, уличных дефицит. Живают на Баграда 113. Категорически не нравится то, что делают сейчас власти и администрации. Ставлю. Такие рамки материальные. Конечно, люди против. Против. Потому что у нас сейчас открывается еще здесь, как видите, командор. И, соответственно, с парковкой будет абсолютно проблематично. Стоимость часа парковки 30 рублей. Однако оптом дешевле. От двух часов до суток 60. Владельцам авто непонятно, почему за то, что было доступно всем, теперь придется платить. Ведь и так парковаться негде. В центре не так много мест, где припарковаться. Автомобилей с каждым годом больше и больше. Поэтому я считаю, что пора бы, наверное, не платные устанавливать, а организовать, возможно, многоуровневые парковки. Сохранность авто и вещей в машине никто не гарантирует. Если заплатить на 40 рублей больше, то можно оставить четырехколесного друга на соседней стоянке. Там хоть сторож есть. В Краснодар парке говорят, что платные парковки ставят, чтобы решить проблему нехватки места. Останавливаться на этом пятаке не будут. В любом случае территории вблизи общественных пространств также анализируются. То есть у нас есть определенный список, где мы уже смотрим и понимаем, нужна ли здесь платная стоянка. В любом случае смотрим на трафик, на движение, на заполняемость и вообще, ну, насколько она востребована в этом месте конкретно. Поэтому пока конкретных территорий, которые в будущем будут организованы под платных стоянок, у нас еще нет. Правда, каким образом это решает проблему, не ясно. Урбанисты считают, без развитого общественного транспорта, как в Москве, где центр сплошь платный, подобные парковки бессмысленны. Сами-то себе платные парковки не решают никаких проблем. Но в комплексе работы с городским транспортом, они, разумеется, решают проблему. То есть когда мы развиваем общественный транспорт, когда мы развиваем альтернативные средства мобильности. И тут мы вводим платные парковки. И при этом развивают потребность и интерес к общественному транспорту и альтернативной мобильности. Итог такой. Пока не будет метро, инициатива практически бесполезная. Одна польза. Деньги, которые собираются автомобилистов, пойдут на содержание городских общественных пространств. Денис Козлов, Данил Дубенко, 7 канал.